Здравствуйте! Меня зовут Елена Никитская, и мы в прямом эфире на телеканале «Импакт» в программе «Влияние». Исследования развития детей в США при современном уровне средств массовой информации показывают, что 31% детей в возрасте до 3 лет используют компьютер. Это число в возрасте до 6 лет растет до 50%. И 65% детей растут в тех домах, в которых телевизор включен наполовину рабочего дня, то и больше. И при всем при этом, при включенном телевизоре дома и при работающем компьютере только 34% детей читают. И сегодня мы с вами поговорим о том, как важно читать, как чтение влияет на развитие ребенка, как правильно читать со своими детьми и где брать книги, какие правильные книги. И в этом нам помогут наши гости. Сегодня нашей гостью является Селест Росбери Макибин. Это доктор логопедических наук и аудиологии, автор многих книг, спикер международных семинаров и профессор Калифорнийского университета в Сакраменто. Также она является преподавателем в Сан-Хуан-Дистрикте, обладатель национальных наград за вклад в развитие интернациональной логопедии и за помощь в образовании бедных детей. И Вероника Никитская, которая является бакалавром логопедических наук и аудиологии. И сегодня она будет нам помогать с переводом. Селест, Вероника, добрый день. Добрый день. Привет. Хорошо. Селест, могли бы вы немножко больше познакомить наших зрителей с вами? Расскажите, пожалуйста, немного о себе, особенно о своем детстве. Я родилась в Калифорнии и воспитывалась в Филиппинах, потому что мои родители были баптистскими миссионерами. Когда мы вернулись назад в Калифорнию, мне было 17 лет, и я уже пошла в колледж. В основном я выросла в очень большой бедности, и я поняла, что как важно образование. Как часто с вами ваша мама читала или занималась? Как часто с вами ваша мама читала или занималась? Даже находясь в большой бедности, наша мама читала мне и моим сестрам, начиная с младенческого возраста. Были ли книги в то время, там, где вы жили, в Филиппинах? Нет, немного. В той местности, где мы находились, не было книг, но у моих родителей дома были некоторые книги. Ну, вы сейчас стали доктором логопедии. Почему вы выбрали именно эту профессию? Я выбрала эту профессию для того, чтобы помогать людям, для того, чтобы помочь им найти правильный путь в их жизни, и также, чтобы заработать денег. Очень честно, спасибо. Очень честно. Мне нужны были деньги. Хорошо, скажите, пожалуйста, вообще вот у наших зрителей, я даже про себя скажу, что до того, как Вероника начала проходить обучение, рассказывать, знакомить меня с этой программой, я, наверное, думала и такое представление о логопедии. В первую очередь, это помощь исправлением буквы R. Чем еще занимаются логопеды, какого поля их деятельности? Некоторые люди думают, и я тоже, что патологи патологи меняют букву R в речь. Что патологи патологи делают? Что еще? Мы видим все, что все дети, до родителей, до родителей. Мы видим всех. Мы встречаем людей от нуля до пожилого возраста. Мы видим все категории людей. Например, мы видим людей, которые после инсульта перенесли инсульт, или люди, у которых есть повреждение головного мозга. Мы их тоже видим в нашей терапии. Также мы встречаем детей и взрослых, у кого есть проблемы с чтением. Это огромная область в нашей профессии. И также люди, у кого есть проблемы со слухом, и люди, кто заикается. Но больше, как я понимаю, вы уделяете, ваша такая, может, страсть об этом, к помощи детям. But mostly you help children, right? I do, yes. Children is my focus, yes. Лично я, да. Дети — это мой фокус. Могли бы вы сказать, на что родители, я вот смотрела в вашем блоге, на вашем сайте, и вы говорите о том, что родители должны разговаривать, должны читать ребенку. Как это правильно делать и когда это нужно делать? Конечно, разговаривать с ребенком — это очень важно, и возрастная категория играет очень большую роль. Но важно также смотреть, на что он обращает внимание и куда он смотрит. И также, если ребенка делает звук, он говорит, а-а-а, это хорошо для тебя, чтобы говорили, о-о-о, все, что есть кука. И чтобы ответить immediately, особенно, когда дети, ребенком, детей и детям, даже если дети в младенческом возрасте увидят какой-то предмет они не говорят а это нужно обязательно сразу же ответить потому что сразу же моментальный ответ он играет важную роль поэтому нужно сразу же ответить и сказать да вот эта кружечка да ты увидел кружечку как читать ребенком в каком возрасте надо начинать читать ребенка how to read to the child and at what age should the parents start reading to the children okay so um i started on day one when my son was born yeah and then um so you can read every i read every day from day one and then the best thing to do is when the child says a word you add words to it and i'll give an example очень хорошо начинать читать с первого дня и читать каждый день и очень важно если ребенок говорит вам слово одно слово повторить это слово и к этому слову добавить еще пару слов so let's say the child says dog right you go oh yeah look at that brown dog wagging his tail so you take what the child says and you add words to it um i did that with my son and his speaking skills were very 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 good например если ребенок говорит собачка вы можете сказать да собачка это коричневая собачка виляет хвостиком я делала так со своим сыном и его разговорные способности были очень хорошим состоянием and the nice thing about that is you can do it at the store you can do it at church you can do it at home you can do it anywhere and it doesn't cost anything и хорошая сторона этой части что вы можете делать это дома можете делать это в церкви можете делать это в магазине и самая лучшая новость чтобы не нужно за это платить ни копейки когда ребенок вы говорите пишет также о стандартах и когда ребенок правильно при правильном развитии должен заговорить первое слово you uh talk about the standard when the child starts to talk when this is the standard the children start talking but when it is appropriate age for them to start talking absolutely so by the time they're one year of age they should say their first word к первому годику они должны говорить первое слово yeah and then by the time they're a year and a half old they should be saying about 50 words в полутора годовалом возрасте они должны говорить уже больше слов and then when they hit two years old they should be saying about two to three hundred words и к двухгодовалому возрасте они должны говорить 200-300 слов and so by the time they're two years old they should be speaking in two to three word sentences most of the time к двум годам они должны говорить два или три предложения большинство времени и когда им два годика исполнится они должны смотреть на вас вам глаза и смотреть на других людей и с ними общаться что если родители заметили какие-то отклонения и к четырем годам двум все о чем вы говорили не произошло такого контакта разговора они строят предложения как быть родителем и пирс сал сам something wrong with their children what should they do if they are not talking to the parents not looking at them okay the first thing would be to talk to the pediatrician that's number one самая первая поговорите с вашим педиатром это самая первая но на самом деле не все педиатры знакомы с речью поэтому мы вам советуем пойти к логопеду если у вас есть такая возможность and the other thing is a lot of times parents will keep their children at home and that's okay but i recommend preschool even just a couple of hours a day to get the child out of the house and socializing with other children многие родители они держат дома своих детей но я порекомендую взять и отвезти их в детский сад или в дошкольную программу чтобы дети могли коммуницировать с другими детьми а что родители могут сделать дома в домашних условиях что родители могут сделать дома в домашних условиях они могут поговорить с ребенком и читать с ребенком и читать с ребенком это очень важно говорить с ребенком читать ему но важнее всего смотреть ребенку прямо в лицо в глазах опуститься на уровень ребенка и разговаривать с ним на этом уровне я понимаю что многие родители заняты но очень важно говорить с ребенком один на один я знаю что у вашего сына что у вас тоже были проблемы что у него были в детстве как вы выходили что именно было и как вы выходили из этой ситуации я знаю что у вашего сына у него были проблемы в детстве как вы решили эти проблемы что вы делали что вы делали? во-первых у него было воспаление среднего уха поэтому он не слышал многого и не разговаривал мы отвели его к доктору и ему вставили трубочки в уши и после этого он начал разговаривать он начал хорошо разговаривать но опять он начал очень хорошо разговаривать но он не мог читать и писать и я вовлеч USB чат или жал stunned я окупационной терапии где он научил его что написать и как писать мы отвели его к терапевту где с ним занимались именно его моторикой, как нужно держать карандаш, как нужно писать, и также они занимались с его зрением. Он был очень умненьким, но он не мог читать. Сейчас он прогрессирует, он успешный подросток. Вы говорили, что он хочет учиться на юриста. Теперь все проблемы ушли. Проблемы ушли, он сейчас учится в средней школе, и он второй по спискам в своем классе. Также он работает на конгресс Соединенных Штатов. Он хочет идти в логику. Он хочет идти в адвокатскую контору, в школу учиться. Замечательно. Но вот вы в этой сфере находитесь, и вы доктор логопедии. Очень хорошо, что вы вовремя заметили такую проблему в своем ребенке. Но как быть простым родителем? Можно ли, вот вы сказали про заболевание, воспаление среднего уха, может ли простой родитель, человек увидеть это без помощи медицинского сотрудника? В большинстве случаев обычно мама считает, что что-то неправильное с ее ребенком, и она в основном права, а все остальные говорят, нет, все в порядке. И это очень важно, слушать маму. Если мама говорит, что что-то не так с ее ребенком, прислушайтесь к ней, обратите внимание. А также можете его сравнить с его сверстниками. Как я заметила причину в своем сыне, я пошла в дошкольный класс и увидела, что другие дети, сверстники моего сына, могут делать и писать некоторые вещи, которые мой сын не мог. Но у него также были проблемы со слухом, да? То есть, получается, проблемы со слухом повлияли на развитие его разговорной речи и письма, чтения. He had some hearing issues. Does that hearing issues cause the problems talking and also the writing and reading? Okay, what a good question. So, on the hearing problems cause the talking problems? Какой хороший вопрос. Проблемы со слухом, они повлияли на разговорную речь? And we don't know why he had reading and writing problems. His father did too, so we think it might have been genetic. Но мы не знали, почему он не может писать и читать, почему у него с этим проблемы. У его отца была такая же проблема, и мы думали, может быть, это генетически передалось. Я думаю, что это важно отметить, что если в семье есть кто-то из семьи, у кого есть проблемы с письмом или с чтением, обратите внимание, если у ребенка повторяются такие же проблемы. Также важно отметить, что лучше начать в раннем возрасте и не ждать, пока они вырастут большими. Какие есть вообще патологии в речи или проблемы, которые могут возникнуть у детей в раннем возрасте? И как с этим бороться? Какие пути решения? Какие патологии могут быть в речи в раннем возрасте у детей, и как их обеспечить? Один вопрос – это дети, которые не говорят, что их звучит правильно, и вы не понимаете, что они говорят. Это вопрос. Таким образом, когда ребенок 4 лет, вы должны понимать все, что они говорят. Если ребенок говорит, и очень трудно понять его звуки, и ты не можешь понять, это означает, что у него, скорее всего, проблемы. К 4-летнему возрасту ты должен понимать большинство его речи, в основном всю его речь. К 4-летнему возрасту они могут не выговаривать пару звуков, некоторые звуки, но в основном незнакомый человек может понять речь ребенка. И для детей этого возраста очень тяжело запомнить много информации. Если вы им дадите три задания, они могут выполнить только одно, потому что они могут не понять или забыть остальные задания. И также другая проблема – по годовалому возрасту есть дети, которые понимают все, но они не говорят. Это также другая проблема. Я очень часто слышу, родители мне говорят, ему два года, и он понимает все, что я ему говорю, но он не разговаривает. Это нормально. То, что он не разговаривает, я думаю, что это ненормально. Я думаю, что это правильное время отвести его к профессионалу, даже если в двухгодовалом периоде он не разговаривает. Даже если он понимает, и он очень умненький ребенок, но если в два годика он не разговаривает, это время отвести его к логопеду. Дети не должны делать так, как показала доктор Бразбрии. Повторять не хочешь? Я думаю, что это сигнал, когда увидит логопеда. Ну, первая мысль, например, которая у меня возникает, я уверена, что нас смотрят родители, и если у них у кого-то есть проблемы, уже у ребеночка они заметили, первая мысль, это, наверное, дорого. Особенно наши славяне, если нет страховки или что-то с этим связано. На самом деле это так, это дорого обращаться к таким профессионалам, или есть какие-то программы другие? Первая мысль, что я имею в виду, и я думаю, что некоторые зрители тоже имеют, что если у ребенка есть какие-то проблемы, то первая мысль, что это очень дорого. Это очень дорого. Да. Это очень дорого. Да, частная практика, она очень дорогая. Окей. So, a lot of times, like in the United States, I don't know about other countries, but in the United States, if parents go to a public school, they have to do early interventions. So, public schools in the U.S. would be the place to start. Go to the principal, say, I want to see the speech pathologist, I think my child has a problem. В Америке, я не знаю про другие страны, но самое первое, что родители могут сделать, это пойти в общественную школу, прийти к директору и сказать, я думаю, у моего ребенка есть проблемы с речью, я хочу видеть логопеда. And a lot of universities have programs, not everybody lives near a university, but if they live near a university that has a speech program, the therapy is very cheap. И также многие университеты, в университетах есть программы, которые помогают с проблемами речи, но если вы живете рядом с университетом, это будет совершенно очень хорошее решение для вас, но если, потому что у них тоже дешево может быть, но если далеко от университета, это может быть проблема. Вы в Сакстейте преподаете, сколько это стоит, например, в Сакстейте? Частная клиника, частная терапия, она стоит 100 долларов в час. У нас в университетской клинике мы берем 16 долларов за час. А что касается школы, это замечательно, хорошая новость, намного дешевле. Что касается школы, обязан ли директор предоставить логопеда ребенку в школе, у которого проблема, это бесплатно или это тоже платно? Это очень хорошо, что университет имеет какие-то дешевые прибыли. Но что касается школы? Принциплине должны дать патологию патологию, и это стоит что-то, или это служба для бесплатно? Окей, это служба для бесплатно, если ребенок квалификает для терапии, поэтому они должны быть довольно-надежно, но если они будут бесплатно для бесплатно, то это называется первая интервенция, и это бесплатно в США. В Америке это бесплатно, но ребенок должен подходить по параметрам, он должен сильно отставать именно в развитии речи, чтобы подойти под эту программу, тогда будет лечение для него бесплатно. И это называется начальная, дошкольном возрасте, программа специальная, которая государство покрывает на лечение таких проблем. Поэтому для родителей это бесплатно. Также дошкольные программы Head Starts, они тоже являются по доступным ценам, и у них тоже могут быть логопеды, и они могут предоставить профессиональные услуги. А Head Starts, они есть в разных штатах или только в Калифорнии? Да, они по всей Америке, это на национальном уровне, и они самые лучшие. Я знаю, что вы много изучаете статистику. Хотелось бы, чтобы вы дали нам немного информации, как вообще проблема с оставанием детей и чтение влияет вообще на будущее ребенка. Я знаю, что вы исследовали какие-то статистику. Вы можете дать нам какие-то мнения, как это влияет на детей и как это влияет на их будущем? Абсолютно. Дипломerna Департамент National Department of Justice tells us that the number-one determiner of academic success is the availability of books. Государственный департамент, он дает нам хорошую статистику, что именно литературность и образование оно зависит от того, чтобы иметь книги. И если у ребенка нету книг, это означает, что он никогда не научится читать и не сможет читать. И также есть статистические данные, что тюрьмы, тюремные камеры, некоторые стоят под уровень третьего класса, чтобы третий классник смог прочитать информацию. Это очень страшно. 78% четвероклассников, которые читают ниже среднего уровня, они никогда не наверстают. Две трети четвероклассников, которые читают ниже среднего уровня, они, скорее всего, закончат в тюрьме или на велфере. И последние данные, 70% заключенных в Америке, они не могут читать выше уровня четвертого класса. Это очень серьезная проблема, если дети не могут читать. Я знаю, что вы непосредственно открыли такую программу по сбору книг. Как называется? Book Drive. Book Drive, да? Вы собираете книги и помогаете, особенно бедным детям, чтобы они учились грамматике. Могли бы вы немного рассказать об этом, об этой программе, и какие вы ее цели, и кому она помогает, кому служит, каким детям? I know that you have Book Drive. What are your mission, and why did you start collecting books? Can you tell a little bit about this program? What did you do? Sure. Well, I started back in 2008 for a graduate student's thesis, and my goal was to collect 500 books for her. Я начала заниматься этим в 2008 году для студента-аспиранта для его тезиса, и наша цель была собрать 500 книг. And then in I'm Holy Week of 2009, my mom died, and I kept collecting books in her memory. And I was really motivated by the fact that so many children have no books, and so that puts them at a huge disadvantage when they start school. Меня мотивировало то, что у многих детей нету книг, и когда они начинают школу, они отстают в образовании семьи. So I thought, what can I do? So I started collecting books, and now we've been able to collect and donate over 103,000. And I thought, what can I do? I started collecting these books, and on the day we've been able to collect and give them 103,000. And where do you send them? Where do you send these books? Where do you send those books? Oh, okay. So a lot of them go locally in Sacramento, like to homeless children, and children in Head Start, abused children, so there's a lot in Sacramento. Часть книг идет локально, в Сакраменто, для детей без постоянного места жительства, или дети, которые страдают, страдали от насилия, или также вот в эти детские сады и дошкольные программы Head Start. And then I've sent them overseas to Samoa, the Philippines, Nepal, Ukraine, China, you know, Mexico, Nicaragua, so I find someone who's going to the country, and I've put books in their suitcase. Также я отправляю в другие страны, Nepal, Филиппины, Никарагула, Украина, Коста-Рика, Китай. Я обычно нахожу кого-то, кто летит в ту страну, и я пытаюсь пару книг положить им в чемодан. Таким образом, помогаете детям, бедным детям. Да, в основном бедным детям. У среднестатистического ребенка есть книги дома, но у бедных детей нет книг, и это огромная разница. So there's one statistic where they found that the average middle-class child has 13 or more books in the home, but among poor communities there's like one book for every 300 children, which is crazy. Статистические данные опять-таки говорят, что среднестатистический ребенок, у него дома есть около 13 или больше книг, в то время как в моё бедное общество у них есть одна книга на 300 детей. Я думаю, что если мы будем говорить о славянах, то наша статистика будет другой, не 13+, а как минимум 30 книг плюс. У наших мамочек всегда очень много игрушек, очень много литературы. Можем ли мы поучаствовать, тоже наша комьюнити славянская, в сборе этих книг? Репутация славянского общества заключается в том, что у них очень высокий уровень литературности. Да, и в том, что они могут помочь, то многие церкви начнутся в коллекцию. Поэтому церкви будут один способ. И мой веб-сайт имеет много предложений, и я могу дать некоторые. Но церкви – это большая основа. Можно начать собирать книги в поместной церкви. Очень много церквей собирают книги. И у меня есть также веб-сайт, на котором говорится, как можно собрать книги. Я расскажу об этом немножко больше. Многие дошкольные программы собирают книги. То есть, лучшая способ, чтобы это сделать, это просто купить в коллекцию. И сделать это красиво, и поставить флиеры, и сказать, что мы собираем книги. Вы можете привести в коллекцию. Также многие дошкольные программы собирают книги. Что нужно сделать? Это поставить большую коробку, красиво ее украсить, и раздавать брошюрки. И говорить, мы собираем книги для бедных детей. Какие книги подходят? Какие книги подходят? Я собираю книги для детей возраста от 0 до 12 лет. Вы также можете собирать книги для старшего поколения, но я в основном собираю для детей. Я должна рассказать историю. У меня была студентка Таша Пенькова. Она молодая. И она собрала около 3000 книг, просто разговаривая об этой информации из уст в уста и через Фейсбук. Социальные сети работают отлично в этом плане. Социальные сети работают лучше всего. Да, социальные сети работают лучше всего. А на каких языках книги могут быть? Вы говорите, что отправляете в Украину? Вы отправляете для маленьких детей книги на английском или можно также приносить на русском, на украинском? Какие языки собираешься? Вы говорите, что вы отправили книги в Украину. Вы собираете только английский? Или это может быть другие языки? Сейчас это только английский. Мы желаем родителей говорить о фотографиях с ребенком. Сейчас мы собираем только на английском языке, но мы мотивируем родителей для того, чтобы они хотя бы говорили про картинки, которые находятся в книге. But on the Sacramento State Literacy Connection online has materials in a lot of different languages. Также есть литературная программа на интернете, которая дает более подробную информацию, как разбивать литературность у детей. У них есть брошюрки на русском, китайском, английском, испанском. Если люди просто введут в Google Second Literacy Connection, им выдаст на их языке брошюрку. Они смогут выбрать на своем родном языке брошюрку и почитать подробно, как развивать литературность у детей. Вы говорили о своем сайте, о своем блоге. Я знаю, что у вас есть тоже YouTube-канал. Что вы там выставляете, какую информацию могут получить родители на вашем сайте? Вы говорили о своем сайте и о своем блоге. Я знаю, что у вас есть YouTube-канал. Какие информации выставляете там? И как это может быть полезным для ребенка? Да, абсолютно. А то, что YouTube-канал находится под именем Celeste Roseberry. Если вы введете эту информацию в поисковик, то вы найдете на мой канал. И это все на английском сейчас пока. Но на тех видео я демонстрирую и показываю, и работаю с ребенком, и демонстрирую как работать с ребенком, поэтому вы можете посмотреть демонстрацию и работать со своим ребенком также. Это бесплатно, и вы можете смотреть сколько раз хотите и когда хотите. Вы также говорили про сайты и про программы. То есть в университете есть тоже какие-то программы или какие-то брошюры, которые можно получить для родителей на их языке, возможно. Вы говорили про сайты и университетные программы. Университетные программы. Университетные программы есть какие-то флиеры, которые вы можете найти, чтобы узнать больше о литературе? Абсолютно, да. У нас есть университетные программы. Но я бы скажу, что в Сакраменто-State-Literacy Connection, это лучший вариант. Университетные программы есть много практических предложений, которые родители могут сделать. И, как я сказала, это началось от моего коллега, доктора Роберта Перетти. Мы участвуем студентов, и есть предложения в много разных языках. Для читать с ребенком и поговорить с ребенком. Как я сказала раньше, вот здесь даже есть брошюрки, они рассказывают о государственной программе литературность. Эта программа была начата моим коллегой, доктором Перетти. И именно эта программа акцентирует больше внимание на то, как развивать литературность у детей и как правильно читать детям. Где такие брошюры можно получить? Я думаю, они могут быть распространены везде, и люди, если хотят распространять, они могут быть распространены везде, если у них есть доступ к этим брошюркам. Я думаю, что мы позже расскажем, где люди могут сдать книги, дать больше информации, где могут получить тогда брошюры, куда мы их положим, потому что мы все это заберем с собой для того, чтобы дать людям, которые нуждаются в этой информации. Я думаю, что позже мы поговорим больше о том, как и где поставить книги и как их собрать. И также мы будем дать информацию о том, когда взять эти литературы и где найти их. Да, идеально, потому что там очень много информации. Мы высветим сайты на экранах. Ваш сайт. Мы можем показать веб-сайт, ваш веб-сайт на экранах. Хотелось бы узнать, вот буквально до эфира, за несколько минут мы с вами говорили, и вы затронули очень важную тему, о которой мы не планировали говорить, но это интересно, что ребенок двух лет, он не должен соприкасаться с монитором компьютера или с экраном. Почему это так важно и откуда такие данные именно, что два года? Правда, мы хотели поговорить о том, что раньше этого программа мы говорили, мы не планировали говорить о том, но мы говорили о детстве, звуком, и на экране. Вы говорили, что два года, они не требуют смотреть звуком, почему тут есть drastic idвык и почему это так важно? Американская академия педиатров, она говорит, утверждает, что от нуля до двух лет не показывает никаких экранов детям. Проблема заключается в том, что экранное время, оно немножко тормозит развитие мозга ребенка, и оно немножко сокращает развитие мозга. Если ребенка от нуля до двух лет, он может смотреть полчаса в день, но это максимальное время, которое позволяет ребенку смотреть телевидение. Также научные исследования показали, что в дошкольных программах лучше всего использовать книги, которые бумажные, не электронные, потому что они могут их потрогать, и это увеличивает их и воспитывает их восприятие. Вы можете начать читать электронные книги, когда дети уже пошли в подготовительную группу в школе или в детский сад, но если они моложе этого возраста, я рекомендую не читать им электронные книги. Потому что с электронными книгами это, конечно, намного интереснее и намного веселее, но дети обращают внимание на кнопочки, которые находятся на экране, а не на сам контекст рассказа. Вы говорите много о детях. Вот у меня такой вопрос, вы сказали статистику, это, конечно, поражает про то, сколько безграмотных людей находится в тюрьмах, и как это взаимосвязано напрямую. Но если, например, человек по каким-то причинам, возможно, он в детдоме вырос, или у него не было возможности у родителей, чтобы помочь исправить эту проблему, может ли он обратиться в более позднем возрасте, уже в совершеннолетнем или в 20-30 лет, чтобы исправить какие-то проблемы с произношением? Да, конечно, но чем старше человек, тем тяжелее, чем тяжелее. Но с трудным работом, они могут сделать много прогресса. Вы можете идти как младенец, как младенец, и это будет вам дольше, и это будет вам сложнее, но есть абсолютная возможность для изменения, да. И в подростковом и более взрослом возрасте оно гораздо сложнее, но при усилиях вы можете, конечно, заниматься, и у вас обязательно будет прогресс. У меня были студенты в колледже, которые у них были, например, у учебных, и у них есть проблемы с обучением, и они отстают в обучении, я даю некоторые советы, и они потом преуспевают в учебе. С большим усилием и с большой концентрацией все возможно. Я думаю. Это работает везде. Это работает везде. Это правильно. Скажите, пожалуйста, вы немного касались того, что не только врожденные или проблемы в детстве могут повлиять на взрослый возраст, но если произошла какая-то авария, насколько вообще реально, какой процент статистика, что после аварии, после инсульта люди, которые полностью пропадают речь, что они могут заговорить, если с ними заниматься? Вы говорите mostly о детях, но о том, что люди, которые были в аварии, например, в аварии, которые были в аварии, которые были в аварии, которые были в аварии, или были в аварии? Это зависит от многих факторов и зависит от того, насколько сложная у них травма. Но чем моложе человек, тем больше шансов восстановиться. Если они были высокообразованы до аварийной ситуации или какой-то аварии, то больше всего шансов на то, что все-таки они смогут восстановиться, мозг их сможет восстановиться. Я расскажу то, что мы встречаем чаще всего в нашей клинике. Извините, у меня нет статистических данных, но, например, если человек был адвокатом до аварии, и он в большинстве случаев может восполнить свои знания до того уровня, которые были до аварии, но очень часто он может найти просто более проще занятия и преуспевать там, на той работе. Как влияет, возможно, во взрослом, но я знаю, что особенно в детском возрасте, моторика? То есть связано ли это с развитием слуха у детей, с развитием разговорной речи, чтения, моторика пальцев? Насколько это связано между собой? Я знаю, что в детском возрасте, особенно в детском возрасте, как в детском возрасте работает с правильной речью, и как правильные речи могут повредить голосов? Это то, что произошло с моим сыном. У моего сына была самая низшая оценка на моторике. Это не повлияло на его разговорную речь, но это повлияло на его писание. Я отвела его к терапевту, который работал с его пальчиками и он работал именно над тем, чтобы он смог начать писать очень хорошо, потому что он очень беспорядочно писал до этого. А можно ли в домашних условиях какие-то упражнения делать, чтобы развивать моторику? Уберите детей от экрана. Самый главный совет. Очень много есть разных занятий. Разукрашивать, например, мелками, карандашами или мелом рисовать для того, чтобы у детей разбивалась моторика. И также одевать фасолинки или бусинки. Мы также очень много работаем над этим. И также использовать маленькие щипчики и поднимать небольшие предметы тоже очень хорошо работает. И то, что я делала со своим сыном, нужно сделать очень короткие карандашики, тогда им придется очень сильно держать этот карандашик. И также играть с пластилином или с глиной тоже очень хорошо поможет. И самое веселое занятие, вы знаете, такие пузырьки, клеемка с пузырьками. Я думаю, не только для детей. Вы можете просто лопать пузырьки. It's not only for kids. I love to do it myself. I'm like, give me that. Мне тоже нравится это делать. Замечательно. Селест, у нас не так много времени осталось, буквально пять минут. И хотелось бы поговорить, вернуться к информации, о чем мы говорили, где можно найти информацию. Я знаю, что вы посещаете церковь Бейсайд. Очень много славян ходят в эту церковь. Можно ли там сдать книги или получить такую брошюру в Бейсайде? Селест, у нас не было много времени, около пять минут. Я знаю, что вы идете в Бейсайд, и я знаю, что многие славянские люди тоже идут в Бейсайд. Они могут донать книги там и получить какие-то брошюр? Да, абсолютно. Я пойду в Бейсайд в Бейсайд. Но я знаю, что есть разные Бейсайд-церкви. Они могут донать книги в Бейсайд. Я посещаю Бейсайд в Бейсайд, и там несколько есть в Бейсайд, но в Бейсайд они, конечно, могут принести и пожертвовать свои книги. Это связано с вами? То есть это именно ваша программа? Это связано с вами? Это именно ваша программа? «Love, Talk, Read» — это именно мой программа, и Бейсайд — один из моих доноров. «Love, Talk, Read» — «Люби, говори, читай» — это моя личная программа, а в церкви Бейсайд — это мои доноры. Они мне жертвуют постоянно книги. Хотела показать такую замечательную сумочку. Как раз Вероника сказала «Love, Talk, Read», так что большое спасибо. И тут много информации, много брошюр. Но я, Вероника, хотела у тебя спросить, потому что не только в американских точках, не только в Sac State, в Бейсайде можно пожертвовать книги. Я знаю, что вы открыли какую-то точку славянскую. У нас в Сакраменто можно пожертвовать книги возле русского магазина «European Delicatessen». В самом магазине? В самом магазине люди увидят большую коробку, на которой будет написано «Book Drive», и они могут принести и просто положить там книги и оставить. Если есть какие-либо вопросы, куда могут обращаться? Например, если хотят узнать больше или посоветоваться, к кому обратиться, если проблемы с речью, могут ли они тебе позвонить или «Селест». Поэтому вопрос. Если люди имеют какие-либо вопросы, они могут звонить тебе или звонить мне? Если они могут звонить мне, да. Это «Celeste.csus.edu». Я думаю, они могут прислать имейл доктора Росберг. На сайте есть. У вас есть веб-сайт? Да. Если они идут на love-talk-read.com, они могут задать вопросы. Сайт love-talk-read.com. Такой сайт. Да. Они могут просто задать вопросы, и я получу имейл, и я могу ответить через это. Также, если есть какие-то вопросы по сбору книг, они могут звонить мне. Мой личный номер телефона будет высвечен на экранах. Но я могу сказать также. 916-256-8249. И если далеко находится русский магазин, мы также сможем приехать и забрать книги из дома, прямо из дома у людей, чтобы не тратить их. Можно позвонить, и ты приедешь и заберешь книги. Замечательно. Хорошая новость. Селеста, могли бы вы пожелать что-то нашим телезрителям? Сказать, может быть, какой-то совет родителям дать? Селеста, можете дать какие-то советы нашим зрителям? Можете сказать что-то родителям? О том, как помочь их детям? Какое-то пожелание, да? Какое-то три секунды. Absolutely. Simply. So, I would say to love and affection and attention are number one. Любовь. Я хочу сказать, что любовь, внимание и участие – это самое первое. And talk to your child as much as possible. И разговаривайте со своим ребенком, как можно, насколько это возможно много. And read to them every day. И читайте им каждый день. And as a mother, I would say, don't be afraid to get professional help if you think something might be wrong with your child. И как мать, я хочу сказать, не бойтесь увидеть профессионала, специалиста в этой области, если вы думаете или подозреваете, что что-то не так с вашим ребенком. Профессор Розбери, огромное спасибо, что вы пришли, посвятили свое время. Огромное спасибо, Вероника. И мне хотелось бы дословно зачитать то, что вы пишете на своем сайте. Вы говорите, люби своего ребенка, уделяя ему внимание и время, посвященно участвуя в его жизни. Такой совет вселез дает родителям. И я думаю, что это самый главный совет и залог успешного развития вашего ребенка. И, конечно же, радости вам, родителям. И да благословит вас Господь. Спасибо большое. С вами была Елена Никитская. Мы были в прямом эфире в программе «Влияние». Всего вам доброго и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова